Здравствуйте, сейчас мы пообщаемся с президентом команды ЮВИТО, Новиком Игорем Антоновичем. Игорь Антонович, здравствуйте. Сегодня ваша команда, к сожалению, проиграла, но все равно она заняла второе место. Это не такой плохой результат. Ваши ожидания от всего турнира, они оправдались или все-таки вы рассчитывали на победу? Нет, мы очевидны на победу. На победу и задача такая ставила перед командой. Поэтому мы не задоволены. Не задоволены ни игрой, ни обычным результатом. В следующем году будете принимать участие в турнире? Так, и надеемся уже на победу. Что будет делать для того, чтобы команда показала лучший результат и все-таки заняла первое место в следующем году? Я спрятался с тренером, и мы понимаем, что потребность изменений в команду, новые игроки, потребность усиления. Будем работать над этим. А режим тренировок усилится или останется прежним? Нет, думаю, что достаточно. Два раза на тысячи достаточно. Как давно команда играет в бизнес-лиге? И как у вас появилось решение принять участие в турнире? Ну, команда играет уже рок-четыре, может быть. Ну, а приняли решение, потому что Бреселева как один из самых праздничных турниров в Киеве, любители. Мы играем это вот. Игорь Антонович, вы президент команды. Наверняка ранее сами играли в футбол, потому что у человека, который не играл в футбол, я уверена, просто не могло бы возникнуть желание создать команду. Расскажите про свое футбольное прошлое. Где играли, где начинали? Нет, на самом деле у меня нет профессионального футбола. У нас была своя любительская команда. Грали, бегали, бегали, тренировались, тренировались, и вышли строить команду. И вот сейчас команда есть, мы уже не играем, мы уже не играем. Беги, хлопчики наши, я их называю хлопчиками. У вас лично нет желания сыграть в составе другой команды, возможно, в мастер-лиге, вспомнить былые времена? Слава в том, что у меня проблемы со здоровьем, спина, поэтому я уже не футболист. Вы обычно лично подбадриваете как-то игроков, или вы стараетесь сохранять нейтралитет, мол, это дело тренера? У нас справится с правой тренера, поэтому я в игру команды не уменьшу взагаля. Завтра? Болеваю, болеваю, хвилююсь, но не уменьшу. Все игры команды посещаете, или только самые важные, вот такие, как сегодня, финал? На жаль, не висит. Завтра вместе с командой будете принимать счастье в торжественном закрытии турнира? Завтра не, на жаль, не, потому что у меня спала. Игорь Антонович, спасибо за интервью, я же поздравляю вашу команду со вторым местом, это достойный результат, ну а в следующем году, конечно же, только победы. Дякую. Еще раз поздравляем команду ЮВТО со вторым местом.